И тему международных новостей. Мы далее будем обсуждать в рамках нашей традиционной для утра рубрики «Обзор международной прессы», анализировать издание международных средств массовой информации. Будем с Андреем Бузаровым, экспертом-международником. Доброе утро. Доброе утро. Итак, сразу к новостям. Следующая задача Обамы – спасти свой родной город. Чем дальше будет заниматься Барак Обама? Как известно, он недавно произнес прощальную речь в своем родном городе Чикаго. Если в этом какой-то символизм, и означает ли это, что Обама собирается вернуться в свой родной город в Чикаго? Накануне выступления Обамы американские интернет-издания Daily Bliss отмечала. После возвращения в свой родной город для произнесения прощальной речи ожидается, что Барак Обама сделает акцент на удачах своего периода президентства. И, скорее всего, продолжит говорить об опасностях фигуры Трампа и о том, что может быть, если его вовремя не обуздать. Андрей, у вас какие впечатления, во-первых, от прощальной речи Барака Обамы? Чем он дальше будет заниматься? Ну и, собственно, вот такие предположения журналистов в отношении того, что, возможно, он будет работать в своем городе Чикаго, как-то заботиться о нем и так далее. О планах Обамы у вас есть какие-то прогнозы? Его речь 50-минутная, довольно эффектная была, честно говоря. И он ее произнес под серьезные, большие овации многочисленных поклонников в Чикаго. Это, безусловно, позитив. Его действительно любят в своем родном городе. Точно сейчас нельзя сказать, вернется ли Обама туда, будет ли он работать в качестве какого-то служащего, или оттуда в собственный бизнес. Но с определенностью можно сейчас сказать, что он посвятил свою речь, по сути, позитивным таким возгласам в свой собственный адрес и в адрес его команды. Он сказал о том, что он сделал позитивного на внутренней арене и на внешней. Если мы говорим внутреннюю арену, то он много рассказывал про то, что ему удалось поднять автомобильную промышленность США. Он рассказывал много о том, что ему удалось стабилизировать здравоохранение. И он даже вспомнил внешнюю политику. Акцент сделал на нормализации отношений с Кубой. Акцент большой сделал на нормализации отношений с Ираном. Сказал, что это сослуга администрации президента Обамы. О том, что Ирану удалось приостановить программу Ирана по поводу ядерных всех разработок. То есть он так хвалил. И, естественно, аккуратно он акцентировал внимание на Трампа и говорил о том, что есть опасность в этой фигуре. Трамп, в свою очередь, в своей пресс-конференции, наоборот, сказал о негативах Барака Обамы. О том, что он уничтожил систему здравоохранения США и много других аспектов негативных также высказал. Это, в частности, тоже будем обсуждать, но я скажу, действительно, хочу, как журналист, воздерживаться от оценок своих. Но, действительно, потрясающая речь вчера была Барака Обамы. Я знаю, что он сам ее написал, поблагодарил Мишель Обаму и Джо Байдена. В том числе, мы знаем, что они очень хорошие друзья, помимо прочего, помимо того, что они коллеги. Ну и параллельно с этим также проходила пресс-конференция Дональда Трампа. Предшествовал этому скандал. Как мы знаем, об этом далее. Да, о скандале поговорим. Бас Фит опубликовал непроверенное обвинение против Трампа, вызвав дебаты. Об этом пишет The New York Times во вторник медиаресурс. Бас Фит Ньюс оказался в центре бурных дебатов по поводу журналистской этики после своего решения опубликовать 35-страничный документ со скандальными, но не подтвержденными обвинениями о связях российского правительства и избранного президента Дональда Трампа. Решение Бас Фит, помимо непосредственных политических последствий до избранного президента, который должен вступить в должность через 10 дней, безусловно, обострило яростные дебаты о роли и надежности традиционных СМИ в наш бурный информационный век. Об этом пишут журналисты из Дании. Андрей, здесь хотелось бы вашу позицию, вашу точку зрения услышать, конечно же. И об импичменте поговаривают, многие СМИ американские пишут, также говорят о том, что расхождение есть у Дональда Трампа со своими коллегами-республиканцами, о том, что у них позиция прямо пропорциональная ему, о том, что будет стоять за скандалом все-таки с этими кибератаками со стороны Российской Федерации. Ваши прогнозы услышать хотелось бы, конечно. Я думаю, что сейчас сложно спрогнозировать, как будут развиваться события, но в ближайшие 10 дней мы поймем, будут ли продолжаться атаки на Трампа, или на этом все остановится. Если быть точнее, я думаю, что неделю после официальной инаугурации будет понятно, успокоится ли общественность американская, либо будут дальше продолжать находить какие-то компроматы в отношении Трампа, в отношении его семьи, Иванки Трампа, его дочери, Эрика Трампа, Дональда Трампа-младшего, Джерарда Кушнера, зятя Трампа. То есть там очень много людей сейчас под ударом. И в течение 10 дней, я думаю, ну двух недель максимум мы поймем, успокоится ли не успокоится общественность. Но уже точно достоверно известно, что 21 января, то есть на следующий день после инаугурации, будет марш женщин со всех штатов на столицу США для того, чтобы высказать протест против Трампа, точнее против его заявлений, касающихся дискриминации. Поэтому я думаю, что общественность не успокоится. Но Трамп всем дал понять, что успокойтесь, я буду президентом. И в истории США не было случаев, чтобы избранный президент попадал под какие-то скандалы, которые повлекли за собой импичмент. Поэтому нравится он кому-то или не нравится, но он будет президентом США. Андрей, а как же о торгейских скандалах? Между тем, мы знаем о том, что журналист, я сегодня говорил об этом на старте нашей программы, очень влиятельный американский журналист, который написал массу книг, в том числе и о торгейском скандале, он в том числе является автором вот этой статьи, которая была опубликована на сайте CNN, потом подхвачена BuzzFeed. Сейчас многие эксперты говорят о том, что, ну, возможно, в перспективе как-то где-то и видится вот этот импичмент Дональда Трампа. Вы каким видите дальнейшее развитие событий? Мало кто сейчас сможет объяснить, в чем был смысл от торгейского скандала. Я напомню, он был в 1973 году и касался он Ричарда Никсона. Он был не в начале президентства Никсона, а на второй срок президента Никсона. И он действительно мог вызвать определенные последствия, но процедуры импичмента до конца не было. Ричард Никсон подал в отставку. И заслуга Ричарда Никсона, почему он был популярен, заключалась в том, что он усумел использовать так называемую политику разрядки в международном аспекте. И он заключил с Советским Союзом много соглашений, которые касались разрядки и разоружения. И помог в этом ему небезызвестный Генри Киссинзер, тот самый, который сейчас пытается наладить отношения между Путиным и Трампом. Поэтому последствия могут быть очень неоднозначны. Сейчас трудно еще что-то спрогнозировать.